Ну что же, дорогие друзья, наконец-то мы дождались по-настоящему хороших новостей. Несмотря на то, что сегодня утром было объявлено об отмене Гран-при Франции, чуть позже на официальном сайте Формулы-1 вышло заявление генерального директора Чейза Керри, который поделился подробной информацией насчет обновленного календаря чемпионата 2020 года, включая предполагаемую дату и место начала сезона. Мы планируем начать с гонок в Европе. Этапы в этом регионе будут проводиться в течение июля, августа и первой половины сентября. Первым же станет Гран-при Австрии, намеченный на 5 июля. После этого в октябре и ноябре мы проведем гонки в Евразии, Азии и Америке, завершая сезон в Персидском заливе уже в декабре с Бахрейном и традиционным финалом в Агудаби. Количество этапов чемпионата на данный момент варьируется от 15 до 18 гонок, но уже сейчас известно о том, что первые из них будут проводиться без зрителей. Меры абсолютно понятны и очевидны, ведь организаторам нужно будет решить вопросы допуска даже представителей команд и ключевых партнеров, поэтому о гостях и болельщиках не может идти речи. Так что возвращение людей на трибуны возможно лишь уже по ходу сезона, в случае изменения мировой ситуации с пандемией. Здоровья и безопасных всех участников будут по-прежнему оставаться приоритетом номер один, и мы будем продвигаться вперед только в том случае, если будем уверены, что предпринимаемые меры позволят избежать рисков и возможных проблем. Керри также поблагодарил ФИА, коллективы, промоутеров и других ключевых фигур за работу в этот сложный период, а также похвалил команды за то, что даже несмотря на сложившуюся ситуацию, они работали на благо общества и сосредоточились на создании систем вентиляции легких, чтобы помочь инфицированным COVID-19, то есть участвовали в так называемом проекте Pitlane. Что касается изменений в финансовых правилах, связанных с ограничениями бюджетов, Чейз заметил, что окончательного решения не принято до сих пор, и поэтому имеющиеся планы могут еще не раз поменяться. Из последнего известно, что Liberty Media уже оказала значительную финансовую поддержку всем участникам чемпионата в общем размере в практически полтора миллиарда долларов. Думаю, что этих денег будет вполне достаточно для того, чтобы все команды смогли пережить кризисный период и выйти на старт, как только это будет возможно. Ну а как только ситуация с ограничениями бюджетов будет ясна окончательно, я естественно сделаю об этом отдельный ролик и попытаюсь максимально подробно рассказать вам о принятых изменениях. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, поддерживайте видео лайками, а также пишите свое мнение в комментариях. Осталось подождать еще немного. Ну а на сегодня на этом все. Удачи!